1 апреля время веселья и розыгрыша. Именно поэтому наша съемочная группа решила разыграть выпускающего редактора Екатерину Машковскую. Катя, сюжета не будет. Но пока Екатерина Машковская пребывает в состоянии шока, мы с Егором при помощи монетки, как в одной известной передаче, выясним, кто же сегодня будет журналистом, а кто оператором. Вот такая наша первоапрельская забава. Если Орел, ты будешь оператором, я буду журналистом, а если Решка, то все останется так, как и есть. Давай. Орел. Вот так вот. Ну, поскольку я журналист, значит я буду решать, что мы снимаем. А снимать мы будем сюжет про то, как можно разыграть своих друзей на 1 апреля. Вот, элементарно откручиваем крышку. Закрываем пакетом. Приблизь, приблизь на пакет. Подожди, я не выпила как, а вспомнила, вспомнила. Приблизила, да? Привлизила. Вот, теперь мы закручиваем крышку. У тебя руки в полосочках, это нормально? Нормально. Все, что хотели сделать мы с шампунем, мы сделали. То есть мы на салафановый пакет накрутили крышку, и теперь шампунь, в принципе-то, проливаться не должен. Я думаю, конечно, он не прольется, но мало ли. И он не проливается. Берется обычное мыло. И лак для ногтей. В нашем случае он коричневый. Оно желательно прозрачное. Я не могу не вмешаться в этот процесс, потому что в данный момент наш помощник оператора комментирует, как красить мыло правильно, потому что, внимание, он красил забор. Домашних розыгрышей можно придумать очень много. Я посмотрел не в ту сторону. Домашних розыгрышей можно придумать очень много. В каких первоапрельских розыгрышах поучаствовали череповщане, мы узнаем на улицах нашего города. Позвонить родственникам. Все, встречай, в гости еду, ставь чайник. Вот все. Они вот и поверят, там начнут ставить чайник, ты, ты, и... Я за праздник не считаю первого апреля. Людей опросили, стендапы записали. Что еще? Вера, что еще можно сделать? Время сюжета давно закончилось. С первым апреля пока!